Миссия ОБСЕ покинула Ростов, проведя в нем всего одну ночь. Полторы сотни сотрудников организации по безопасности и сотрудничеству в Европе эвакуировались в Донскую столицу из Донецкой и Луганской народных республик во вторник ближе к вечеру. Мониторинговая миссия работала в Донбассе 8 лет. А теперь, видимо, пребывание наблюдателей от Европы в этой зоне не требуется. Во время отъезда наблюдателей из Донбасса появилась информация от народной милиции ДНР, что ОБСЕ наводило обстрелы украинских военных на стратегические объекты республики. И это ускорило свертывание миссии. От любых комментариев в Ростове сотрудники миссии отказывались. Беженцев из Донбасса в нашем регионе начали консультировать по номеру 122. Они смогут узнать о трудоустройстве, оформлении детей в школу и получении единовременной помощи. Ответят там и на другие жизненно важные вопросы. Голосовый помощник свяжет абонентов с операторами горячих линий, Минобра, Минтруда и службы занятости. Звонок бесплатный и круглосуточный. Троих несмешных шутников задержала полиция в Новочеркасске. В дежурную часть поступило сообщение от службы безопасности банка. В помещение ворвались трое неизвестных с предметом, похожим на огнестрельное оружие. Один из преступников стал интересоваться у сотрудника банка о наличии рабочих мест. А при появлении охраны фигуранты скрылись. Как выяснили оперативники, эти трое – местные жители 20, 27 и 28 лет – хотели пошутить над сотрудниками банка. Нашли деревянный макет автомата и вышли на арену. По предварительным данным, они были в состоянии опьянения. Теперь неудавшиеся артисты задержаны, им грозит уголовная ответственность. Суточное число инфицированных коронавирусом в России продолжило снижение. А вот в Ростовской области вдруг подъем 2773 положительных теста. Это на 267 больше, чем в среду. В Ростове 626 заразившихся, на 25 больше вчерашнего. 160 в шахтах, 159 в Таганроге. Умерли 15 больных ковидом, в том числе мужчины 52 и 56 лет. Остальным умершим было за 60. Госпитализировано 297 заболевших, на 29 больше дня предыдущего. Общее число пациентов в госпитале при этом уменьшилось на 167. Привелись за сутки 663 жителя региона. В целом по стране заболевших 93 тысячи, тут по сравнению с предыдущим днем спад на 4,5 тысячи. При этом умер 781 человек. Смертность все еще держится на высоком уровне. 170,5 тысяч выздоровели. Сергей Заревский стал заместителем главы администрации Ростова по экономике. Распоряжение подписал Алексей Лагвиненко. Новому заму 46 лет. Он окончил в 97 году Ростовскую государственную экономическую академию по специальности финансы и кредит, а в 2001 РГУ Ринг по специальности бухучет и аудит с классификацией экономист. Сергей Заревский, кандидат экономических наук, был депутатом Ростовской городской думы, 5, 6 и 7 созывов, возглавлял комиссию по инвестициям, малому предпринимательству и торговле. С 2000 года и до нового назначения работал в Агрохимсоюзе. Тарифы за проезд по платному участку трассы М4 Дон в Ростовской области поднял Автодор. После ежегодной индексации цены выросли больше, чем на 6%. Теперь вместо 60-70 рублей для автомобилей первой категории придется заплатить 65-75 в зависимости от дня недели и времени суток. Для машин второй категории стоимость поднялась с 95 до 105 рублей, для третьей – со 120 до 130, для четвертой – с 250 до 275 рублей. Дороже ехать теперь и по другим платным участкам, так что с понедельника по четверг, например, путь из Ростова в Краснодар для легковушек обойдется в 435 рублей, а с пятницы по воскресенье – в 500. При этом вернулась скидка на проезд по транспондеру до 15%. Финал четырех гонбольного Кубка России примет Краснодар. Ростов также претендовал на это право, но Федерация выбрала столицу Кубани. Тем более, что там этот трофей еще в таком формате не разыгрывали. Игры пройдут 9 и 10 апреля. Четверка клубов – Ростов-Дон, ЦСКА «Звезда» и Кубань. Редактор субтитров А.Семкин